К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки Украины. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Итак, большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией с одной стороны и США, Германии, Словении и Великобритании с другой стороны. Как вы оцениваете вот это событие, да, как долго такой массовый обмен мог готовиться? Ведь там наверняка спецслужбы сразу нескольких стран были задействованы. И почему именно Турция стала, например, посредником? И ведь это, по сути, самый большой обмен со времен Холодной войны. В практике обмена между странами, тем более, которые находятся или в состоянии войны, или холодной войны, конечно, это редчайший случай, чтобы шли обмены на таком уровне, тем более так массово. Это, как правило, единственный формат, где-то очень важный для каждой стороны человек, или чиновник, или разведчик, который пытается различными путями получить, соответственно, в плане обмена. Но для этого проводится очень большая работа. Ну а вот так, когда мы говорим о том, что 16 человек с западных стран или их, так сказать, ну, симпатиков, если мы говорим о гражданах России, это практически невозможно. Для того, чтобы Путин пошел на такие обмены, нужно, чтобы в США и других стран были очень существенные аргументы. И это сейчас было очень четко показано. Там, где Россия получила своих, так сказать, для обмена, это, как правило, как мы говорили, представили разведки или их агентура. И лично Путин, Красникова и, соответственно, ряд других лиц просил Эрдогана, чтобы он организовал такую модель со своими союзниками по НАТО через спецслужбы. Турецкая спецслужба, национально-разведанная служба, это мощная служба, она в свое время даже поддержала Эрдогана, чтобы не было, как бы, свержения с власти. Она получила международное признание, я сам с директором очень близко знаком, заключали соглашения о сотрудничестве. Это, конечно, сильнейшая разведка. Она имеет отношение и с ЦРУ, и, соответственно, с Германией. Это мы говорим о тех странах, которые были привлечены. Это БНД, разведка Федеративной республики Германии. Это контакт с польскими, норвежскими, славянскими спецслужбами, то есть это западный блок. Ну и, соответственно, это Турция, она с другой стороны, это российская СВР, ФСБ. Как раз вот по этим направлениям и у вас работа. А при этом, кто будет подвижать обмену, какие весовые, условно, как кавычка, категории обменивых лиц. Для России, еще раз подчеркиваю, солдаты, простые граждане, бизнесмены часто, они для них ничего не значат. Это не уровень обмена. А вот разведчики высокоуровня, те, которые выполняли важнейшее, как они считают, задание, афганские террористические задания, или проникали в глубокие структуры, например, Держдепа, ЦРУ, а такие имеются, и выкрывали семерал ФБР последние годы. Вот для них это очень важный элемент обмена. Поэтому и с американской стороны, и с немецкой, и с других отрабатывались делицы, которые были задержаны, доказательно именно уличены в шпионской деятельности, террористической деятельности, осуждены, и, соответственно, уже были предъявлены для обмена. Россия оценивала не только этих 16 своих, которые там от них предлагали получить, например, США, Германия, ну, соответственно, через Турцию, но и самое главное своих, каких лиц они могут вернуть. Поэтому остальные лица десятки, которые мы уже нескольких назвали, ну и другие, как мы четко посмотрели по списку, это тоже агентура спецслужб России, которая работала на Западе, которая была четко документально установлена как разведчики, которые наносили вред и США, и в целом странам Европы и НАТО. Поэтому такой обмен состоялся комплексный, так как в данной ситуации Россия хотела получить все. То есть то, что она поставила, самые важные, так сказать, лица, которые для нее были, ну и, соответственно, Запад выставил свои условия и свои, так сказать, руководители, тоже представители, я прямо скажу, лица, которые сотрудничают с спецслужбами Запада, но и правозащитники, это представители той же России, Карам Руза, например, тот, который работал активно на демократические, так сказать, засады, ну и, соответственно, он четко был репрессирован, хотя имел и иностранные гражданства параллельно. В России это позволяется. Но, понятно, режим на это не реагирует. Имеешь иностранные гражданства, все равно можешь сидеть до конца. Вот поэтому в данной ситуации мы видим, что сошлись интересы России, в первую очередь, без этого никогда бы не было обмена. Ну и, соответственно, Запад выставил свои условия, и это прошло очень успешно. А если мы говорим о системе оперативной работы подготовки, это большая работа каждой разведки. Это американские СРУ, немецкие БНД, я так понимаю, МИД Турции, ну и других стран, где были задержаны российские шпионы, потому что они должны были отработать и оперативную, и дипломатическую часть. Потому что кроме оперативной работы должна быть, конечно, легальная работа. Как это все провести через судебные решения, как провести обмены, потому что это вопрос стоял в освобождении от ответствия практически в плане обмена с третьей страной. Это запрещается национальным законодательством. Только уже отдельные законы, это в формате крайней необходимости позволяют это делать. Но это тяжелая работа и юристов, и спецслужб, и дипломатов, соответственно, и представителей правоохранительных органов каждой страны. Это совместить тем более 5-7 стран Запада, Россия и Турция, это тяжелая большая работа, я думаю, около полугода минимум. Ну и, конечно, сработала, еще раз подчеркиваю, спецслужба Турции. Она имела очень хорошее отношение с западными странами и в формате НАТО, с странами-посредниками, это, может быть, третьи страны, которые тут не светились, и, конечно, напрямую с Россией. У них также заключили соглашение о сотрудничестве в плане борьбы с терроризмом, выявление канала нелегальной оружия, борьбы с ядерным терроризмом. Эти темы они заключали давно. И, соответственно, уже имея контакты с российской СВР и ФСБ, они уже прорабатывали, какие условия поставят в Россию. А в дальнейшем отработали механизмы. Каким способом кто прилетает, как везут, какие обеспечиваются охраны, где размещаются в Анкаре, в каких секторах, соответственно, как проходит идентификация каждого, как проходит сам этап обмена. Мы помним старый фильм, где-то проходили на мосту. Одни проводили своих, до среднего центра моста, а другие своих. Ну, не такая схема, но примерно идентификация проводится на нейтральной территории в аэропорту. Там, соответственно, определенные зоны для каждой стороны, для российской и для западной, при посредничестве, соответственно, национальной разведывательной службы Турции и уполномоченных лиц от правоохранительных органов. Вот, прошла идентификация с каждой стороны. Мы все признали своих, Россия своих, с той стороны показали, ну, соответственно, западные представители своих. И там уже дается команда на передвижение сектора. Одни идут на сторону западных стран, другие идут на сторону представителей России. И обмен технических произошел. Дальше уже дело техники. Отправляются сектора, где они размещаются, как они, так сказать, оформляются. В дальнейшем, как сажаются на самолеты. Я говорю, западные страны отработали 6-7 рейсов для того, чтобы отправить сразу же обмененных в различные страны для реабилитации, для проведения, соответственно, профсиальных и других действий. Ну, а Россия прямо забрала и повезла по общим составам на территории Российской Федерации. Россия это пока не признает. Она эти механизмы не показывает. Ну, уже весь мир об этом знает. СМИ уже давно проинформированы. Официально выступил президент США Байден. Рассказал, как это происходило. Поэтому в данной ситуации это уже стало фактом. И первым случаем, как мы говорим в истории, после Холодной войны, такой большой обмен представителей различных категорий, как шпионов, политиков, правоохранителей, представителей средств массовой информации, ну и агентуры разных степеней. Да, Николай Григорьевич, чувствуется, что вы в своей сфере находитесь. И следующий вопрос тоже из этой области некоторым родом. На саммите лидеров ЕС в октябре планируют обсудить решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов. В Европарламенте опасается, что такой вот шаг Будапешта позволит непроверенным россиянам свободно путешествовать по большей части ЕС. Ну, проще говоря, Орбан своим решением открыл дверь для потенциальных российских шпионов, агентов. Разделяете ли вы эти опасения? Какие могут быть контрмеры со стороны европейских стран? Я так понимаю, что каждая страна тут уже для себя будет решать, да? Как бороться с возможными российскими потенциальными шпионами на территории Шенгенской? Ну, в первую очередь, Европейском Союзе, единая система, так сказать, виз. Те, которые вошли в Шенгенскую зону, это большинство стран Европы. Некоторые еще не адаптированы, не вошли. Но Венгрия входит, поэтому в данной ситуации, открывая въезд по визам в Венгрию и в Словакию, это открываются фактически двери в Европейский Союз. Это уже однозначно. Это нарушение всех принципов и договоренностей, которые юридически подписаны и Венгрией, и Словакией. Что единая модель визового режима, и она обязательно действует в рамках и статутах Европейского Союза, и никто ее не имеет права нарушить. Если односторонняя, одна из стран начинает действовать самостоятельно, она может выбить срочно с этого процесса. Страны Европейского Союза могут сделать несколько серьезных демаршев, предупредить и, соответственно, подать даже в суды европейские и признать, как неоднократно было мною действия Венгрии и других стран неправомерными, противоречащими угодам, которые подписал уже тоже Эрдоган и другие. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что будут жесточайшие меры. В крайнем случае, если Орбан не будет и это выполнять, я думаю, что это очень для него опасно. Он системно, на 90%, зависит от Европейского Союза и экономической, технологической, финансовой, торговой и особенно дотационной составляющей Европейского Союза. Он получал тысячи, я прямо скажу, процентов поддержки. Это сотни миллиардов долларов за весь период существования Венгрии. Поэтому в данной ситуации рисковать дальше, я думаю, ему очень опасно. Тем более мы закрываем сейчас и транзиты нефтепродуктов, что он не будет напрямую получать дотации от своих, так сказать, партнеров, так называемых, с Россией. То есть очень многие темы, которые очень невыгодны в Венгрии. Ну и такая эффективная модель, в которой мы говорим, чтобы не проникали потоки и шпионы, как мы на территории Европейского Союза. Да, пускай Орбан откроет границы Будапешта в целом, то есть для россиян и белорусов. Они пойдут потоком туда. На Европейский Союз установят границы с Венгрией и Словачиной. И в данной ситуации они останутся с Россией и Белоруссией. А мозг закрыт самой Венгрии, поставив особые условия, что они пошли на откровенное нарушение Статута Европейского Союза, приостановить членство и, конечно, установить, в первую очередь, пограничный контроль. Неоднократно эти контроли были, когда возникали ситуации чрезвычайно в отдельных странах. Или страны, например, там даже были в какой-то чрезвычайной ситуации эпидемии, например, тот же ковид. Были конкретно границы в системах Европейского Союза между конкретными странами. А тут агрессивные страны, им открываются кордоны. Вот это уже был апофеоз. Я думаю, что четко были закрыты границы с Венгрией. О ситуации на фронте хотели с вами поговорить. Британская разведка прогнозирует, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели. Там отметили и высокий уровень потерь личного состава врага, нехватку офицерских кадров, потерю техники. Но, тем не менее, они прогнозируют такое медленное ползучее продвижение. Но одновременно, подчеркну, не видят у россиян возможности к каким-либо существенным стратегическим достижениям. Как вы оцениваете вот такие выводы британской разведки? Ну, некоторые выводы совпадают с нашими оценками. Вот мы видим, что Россия по указанию Путина пытается в четырех-пяти точках пробить все-таки наши позиции. Это не удается. Но уничтожая полностью малые населенные пункты, они фактически сравнены с землей. И, соответственно, нам там держать позиции чрезвычайно невредно. Потому что фактически будем терять боевой состав. Мы, в первую очередь, конечно, и нацелены на то, чтобы сохранить боевые части. Поэтому переходим на пунктольные позиции. Это действительно потеря небольшая, но это все равно наши территории, нужно это признать. Но это агрессивная позиция России. Содействовать все севы. Последние. Они не имеют сейчас возможности действовать по всему фронту 1600 километров. От Херсонской области, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, аж до Сумской. Нет таких сил в России. Им нужно больше миллиона 200 тысяч, чтобы где-то пытаться по всему фронту наступать. Как говорил, сельские там не наступают они. Наступают по отдельным горячим точкам. Тогда бросают все. Новых силосъезд, крупных, профессиональных, подготовленных в России нет. Я могу утверждать 100%. Уже основная часть строевая, боевая, спецназы уничтожены. Осталось только где-то около 10%. Это те военные, воинские части, которые имеют более опыт высокого уровня или уровень подготовки. Это ВДВ частично не уничтожены. Это дистанцию штурмоверска, морская пехота, спецназы. И немного зэки, которые подучились в СОМ-ЖЭТ и СОМ-ВЭТ. Это вот то, что сейчас имеется. Но это очень небольшая составляющая. В основном это мобилизированные или завербованные по различным программам, которые не имеют достаточной подготовки и опыта. И поэтому мы говорим, да, действительно, они еще пробивают в отдельных частях. Но если там пытаются создать десятикратное преимущество, утюжат всеми кабами, ракетными системами, ракетно-минометными системами, ну, понятно, что прокатывают все танками, САУ и другими системами в конкретных точках, применяют различные методы ударов, дронов, авиации. Вот поэтому есть, да, действительно, в отдельных точках продвижения. Но системных прорывов нигде нет. Это одно. Вторая составляющая. Это сутки, мы говорим, тысяча триста шестьдесят. Вы представляете, сколько это людей? За неделю, вот, подвели итоги, тридцать шесть примерно тысяч. За две недели семьдесят две, семьдесят пять тысяч. Армия целая уничтожена. Поэтому это долго продолжаться не будет. И правильными делами выводы, да, они пробивают, но они на этом теряют в десятки крат больше. И в России, еще раз подчеркиваю, все средства исчерпаемые. Особенно военные высокого уровня. Их практически нет, если мы говорим массово. Создать новую армию, пока они ее создают, мы уже ее за два месяца уничтожаем. Поэтому восполнить что-то сильно и высокоточно, это очень сложно. Даже при их ВПК. Это в основном более старые модели, собранные с десятки тысяч танков, десяток тысяч БТРов старых, разобранных. Но они еще работают на поле боя. Дело времени, пока мы уничтожаем сейчас резервы. Сейчас нам удержать основные стратегические позиции, не дать захватить стратегические города, укрепроемы. Прорвать деталоборону на тактическом и стратегическом уровне. Вот это задача номер один. Вторая составляющая, что мы делаем, это уничтожаем резервы, как мы сказали. И третья, это то, что мы неоднократно уже говорили, готовим новые стратегии освобождения нашей территории. Это тяжелая большая работа. Это подготовка резервов. Это подготовка ударных групп. Это подготовка спецподразделений для работы в глубоких планках. Это, конечно, вооружение техника различных типов, которые сложно, но все-таки поступают, поступают и поступают. Да, президент говорит, что многие бригады не вооружены, но они вооружаются. Несколько месяцев, я думаю, все типы вооружений все-таки будут доходить. И бюрократия ускорена, нейтрализована и США в этом пакету, и Британии, и Германии, и Прибалтике, Испании, и Скальдинавии. То есть это конкретные страны, которые четко взяли на себя обязательство поставлять и ракетные системы, и танки, БТР, и БМП. Уже поступили F-16-6 и поступят в ближайшее время еще несколько. Это все ударные группы для новой стратегии. И я считаю, что к концу года начала следующего мы должны перейти к новой стратегии. Не оставлять села, как мы иногда делаем и маневрируем, а будем проводить и готовить удары там, где враг не имеет мощного крепрайона, где он не ожидает, а ширина фронта, я подчеркиваю, очень большая. И нам можно сработать так, в одной-две стратегических точках, где позволят освобождать системную территорию. Правильно намекал Сырский. Могут зайти в Херсонщин и пойти на Крым. И они не имеют там возможности пополнять свои войска, уничтожив, соответственно, Керсонский мост и паровные переправы. Это западня большого типа. А это конкретные действия на этой территории. Это и в других точках могут быть и Херсонщины, и Запорожье, а МОТ и на Востоке. Поэтому большая, тяжелая работа сейчас идет на фронте, но еще более предстоит тяжелая работа по освобождению территории. Но для этого имеются все перспективы. И говорить о том, что только мы отступаем потяжело, да, враг не имеет перспектив больших наступательных операций, я говорю, мы делаем то, что делаем сейчас. Уничтожаем в основном ресурсы врага. И готовимся к большим системной работе на поле боя в плане освобождения. И вторая составляющая, это, конечно, очень большая работа на международном уровне. Не только план Силенского, как план мира. Это базовый фактор. Но большая работа должна быть странами, которые влияют на мировые процессы. И не только страны НАТО, это одна из главных составляющих, но и другие страны, которые определяют мировые процессы. По поводу F-16, что, где, когда, сколько, мы не комментируем, понятно из каких соображений. Вот что касается оснащения боекомплекта на этих самолетах. Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Штаты предоставят Украине боеприпасы класса воздух, земля, комплекты точного наведения для бомб, современные ракеты класса воздух-воздух. Исходя из этих данных, какие функции будут возложены на эти истребители? Ну, первое, что мы говорим, то, что это недостаточно, конечно, количества F-16, если мы говорим 6, там 10, 12, которые поступают в ближайшие дни. Это, конечно, удары по ключевым точкам на территории оккупированных врагов, на прифронтовой территории. Это как бы воздух, земля, там, где действительно имеются стратегические объекты противника. Это на расстоянии до 120 километров мы можем уничтожать. Если, я думаю, будет разрешение бить по прикрограничным территориям России, это, конечно, удары по и группированию, которые подходят к фронту, это удары по аэродромам прифронтовым. Тактического уровня, не с радиками, не достанут туда, до оленей. Да, это уже наша задача. А прифронтовые, которые поднимаются с КАБами, с ракетами, вот тут да. Это, конечно, удары по авиации противника секторально, потому что все мы не хватим. И, конечно, по ракетам. Это уже воздух-воздух. Это по тем же «Эскандерам» К-101, что лейтенант Ахмадет, другие ракеты, возможно, беспилотники. Поэтому в данной ситуации это как раз тот формат, который позволяет нам секторально уничтожать ракеты, уничтожать самолеты, наносить удары по конкретным скоплениям техники вооружения или штабами врагов, а при наступательных операциях вместе с другими средствами. Дальнебойными ракетами 300 км, Тайверсами М-250 на 80 км, вся Кутуа, всех ее средств по фронтовой зоне и по тыловой. И, конечно, авиация наша, ИЭП-16, это ударные группы по конкретным стратегическим объектам момента наступления. Это то, что будет единым мощным кулаком, который будет носить все на своем пути. Вот так мы будем тогда использовать. Сейчас пока в стратегическом уровне. По наземным средствам, по ракетам и по самолетам противника. Бал-Си-4 перебывал на открытой территории. Что вы можете сказать об этой установке? И как вы полагаете, могла ли Россия получить ее от Пхеньяна? Ну, в первую очередь, такие ракетные противотанковые средства, как они деклариуют до 10, но мы говорим, до 7 км. Имеет система наведения китайских, как правило, образцов. Технологии, конечно, России в свое время переданы в Северной Корее. Поэтому они возвращают сейчас нам свой долг. В данной ситуации пытаются снастить, кроме тех систем, которые они передали, и противотанковые ракеты, соответственно, включая баллистику, боеприпасы и, конечно, противотанковые средства такого типа. Пока еще нет конкретных данных в отношении, что они могут с территории, например, там, прифронтовой наносить удары по танкам, не видя цели. Это очень сложная задача. Поэтому я не уверен, что они имеют такие технологии, как имеют, например, американцы, немцы, французы для уничтожения как раз бронетехники различных типов. Тем более мы можем дезориентировать такие системы, если они не имеют прямой наводки где-то по системам радиолокации, системам снижения. Для этого имеются и с нашей стороны и рэпы, системы противодействия, ослепления их. Поэтому будем посмотреть на практики. Но я прямо скажу, что наши Корсары и другие, которые разрабатывались на КБ, лучше вырабатывались, они бьют высокоточно лучше, чем дживелины. Поэтому я думаю, что мы покарим класс нашими системами, которые Северная Корея еще даже не имела в разработках. Я думаю, что будет система борьбы технологий, но в данный момент пока мы не фиксируем массированно, где-то используем даже в единичных случаях, что мы зафиксировали конкретные удары по конкретным нашим бронеобъектам. То есть танки, БТР, БМП, САУ пока нет. Поэтому будем проверять информацию, фиксировать их размещение, пытаться наносить удары там, где они не будут концентрироваться. – Хотел у вас уточнить еще одну информацию. Вот министр обороны России Белоусов заявил, что им удалось резко нарастить производство FPV-дронов. И он назвал такую заоблачную цифру 4 тысячи в сутки. Вот российская пропаганда тут же все это подхватила. Но вот, как утверждают наши эксперты, сейчас у оккупантов средний показатель применения таких дронов в сутки, это 350-400, не больше, да? А если бы производство было и правда 4 тысячи в сутки, это критически ощущалось бы на всей линии фронта. Ну, получается, что он просто соврал, да? И вот дело Коношенкова у них живет и процветает? – Ну, мы знаем, что они проводят всегда специальные операции, задействуют самого Путина. Помним, по многим направлениям, особенно по ядерным угрозам, министра обороны, это Шойгу сейчас уже Белоусов, он уже звонил Остину, рассказывал о каких-то провокациях Украины против России. И, соответственно, сейчас о дронах говорит. Если мы говорим о дронах, мы вырабатываем намного уже на порядок выше по многим направлениям, особенно баллистические дроны, которые достают до Урала, прямо скажу. Вот ударили мы по лени там, повредили несколько стратегических бомбардировщиков, которые бомбили нас стратегическими ракетами. Вот конкретный результат. Где их дроны такого типа? Вот им нужно посмотреть. И с другой стороны, они 400 с чем-то, мы 530, то есть уже превышение на 100 дронов ежедневно. Поэтому уже конкретный баланс. Если мы говорим о том, что действительно они вырабатывали сколько, и должно появляться не там 300, а там 50, а 2000 примерно. А вот и больше. Потому что если 4000, ну они должны же где-то присутствовать на поле боя. Поэтому явно это завышено примерно 8 раз, я прямо скажу. Попытка иновести заблуждения. Еще раз показать, что они перешли, так сказать, уже формат такого производства и с дефицитом дронов до накопления стратегических армий дронов, вот которым мы ставили задачу. Теперь они переняли как бы наш опыт и пытаются это уже демонстрировать пока в теории. Пока в практике нет, хотя их немало. Также в них имеется и собственных, и шахедов, и гибриды с китайскими, и севернокорейскими даже некоторые доработки уже были. Но в данный момент наши бойцы и командиры справляются сложно. Мы показали вот буквально крайние дни, когда сбили все дроны. Например, 89. Их летело, и они разные типы были, разные модификации и разные модели запуска. Это очень сложная система. Но их сбиваем. Поэтому в данный момент, если я не имею сколько бы, я прямо скажу, запустили бы сразу тысячу. Вот буквально. Если не сколько вырабатывают, они бы провели несколько атак таким массированным ударом. Но это не получается. Мы их уничтожаем и на поле боя, и, соответственно, когда они наносят удары по гражданским объектам, ну и часть уже завода, включая Татарстане, были повреждены по их производству нашими ударами, нашими дронами. Вот такой ответ. А если по количеству, мы поэтапно-поэтапно их как бы опережаем, а тем более по высокоточным дронам, потому что используют западные средства наведения, а они иранские, китайские или контрабандные, усеченного типа. Поэтому в данной ситуации, я думаю, наш перевес будет существенным. Николай Григорьевич, спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения. И что так вот подробно нам рассказали, как готовился, как мог проходить вот этот большой обмен между Россией и Западом. Всегда рады видеть вас в эфире Фридема. И напомню зрителям, что Николай Маломуш, генерал и бывший глава службы внешней разведки Украины, был в нашем эфире. Благодарю. Телеграм-канале Фридем. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok